Ну что, всем привет! Попробую рассказать про впечатления, ну, скажем так, на середине курса. Попытка номер уже не помню. Вот, итак, ну, начнем с самого начала. Я начал учиться с 12 ноября, оканчивается учеба, заканчивается, по-моему, 15 февраля. Была преподготовка, которая прошла неделю, вот, 6 недель еще сверху, заканчивающаяся седьмая. И, что могу сказать, минусов я не буду называть, у каждого они свои, и я бы их назвал все же уровнем предварительной подготовки. Идти с нуля, конечно, можно, но если вы будете готовы отдавать часов 18 в день, Ну, может быть, и меньше, все зависит, конечно, от вашего уровня, уровня, непосредственно, мозга, не знаю, головы для такой учебы. Вот, может быть, и меньше. Но я бы для того, чтобы и так не горела жопа, как у меня, и, в общем, успевать еще лучше, я бы рекомендовал все-таки перед тем, как пойти на курсы, я пошел на FullStackDeveloper. И это здесь изучается как Python, так и JavaScript, и много-много чего другого. Я сейчас не рассказываю, какой стак, собственно говоря, просто прикреплю либо ссылку, либо информацию в самом видео. Вот, и я бы прошел какие-нибудь простые онлайн-курсы, даже не обязательно курсы. Вы можете посмотреть видосы, ну, лучше, конечно, какие-то небольшие курсы. Там, как-нибудь Udemy, Stepik, там, другие площадки, начиная реклама. Вот, и хотя бы курсы эти по Python, по JavaScript. Вот, если надо будет, я могу поделиться теми, которые я смотрел, но я их смотрел не перед тем, как идти учиться, а уже во время для того, чтобы лучше больше успевать. Вот, и многие другие моменты тоже будут там затрагиваться. Поэтому я посмотрел, и дальше уже полностью с головой как бы уходил в учебу. Работать у меня не особо получалось, поскольку была мама, хотелось у нее времени больше провести. Ну, и, честно говоря, работать реально можно было бы, но нужно вырубить стратегию. То есть, часика 3 вольт можно кататься, но, правда, это вы учтите, что будет. Вы учитесь, если онлайн не ходите на занятия, то это одна тема. Если оффлайн, ну, чуть подольше. Ну, опять же, после занятий можно поехать поработать, если сделали домашнюю. Поэтому еще раз структурировано. Я бы сделал подготовку, прошел предкурс на самой площадке у Developer Institute и получше научился. Очень много приколов, ну, в плане как бы приколов положительных, что вы подтягиваете английский, абсолютно разные акценты просто. Мне кажется, после этих курсов можно слышать, ну, почти все, кроме шотландцев, наверное. Ну, и часть, естественно, американцев, конечно. Вот. Поэтому это один из главных плюсов. Во-вторых, это буткэмп, все-таки общение, новые связи, все остальное. Тоже очень-очень реально прикольно и круто. Новые знания я их не выделяю, потому что это априори. Реальной информации собрано много. Реальную информацию можно воспринимать. Ну, опять же, все зависит от вас, как вы будете учиться, насколько будете, не будете гореть. Мне поначалу горение слегка мешало, вот, но сейчас немножко привык, вот, и стараюсь делать, как минимум, домашку, не только домашку делать, а разбираться. Использовать все инструменты, которые возможны для этого, поскольку я хочу все же понимать, а не просто выполнять ДЗ, да и все, поскольку нужно будет работать. Но в моей голове все-таки катешковато, я все же не работал технарем, хотя и информации в свое время усваивалось очень много. То ли вольт отупляет, не знаю, то ли просто, как бы, я отвык немножко учиться и нужно привыкать. Но, в принципе, как бы нормально. Вот, уровень английского языка, я про него коснулся, но не рассказал полностью. По сути, они как и не говорят, если вы можете учиться на занятиях, на курсах, понимаете, что вам говорят, с большего, то вы флюинт. Кстати, надо делать сивишку и отправить. Поэтому, чем лучше уровень английского, тем реально будет легче учиться, но это факт. То есть, вообще с нулевым английским, но я бы, ребята, не пробовал, потому что это будет очень тяжело. Есть такие уникумы, да, как бы они подтягивают там с минимальным-минимальным английским, но будет сложновато, конечно. Тем более, куча терминов и прочего, как бы их реально на английском языке. И, кстати, по поводу курсов, я бы не рассматривал варианты онлайн-курсов, где максимально полностью переводится на русский язык, потому что, ну, это дичь просто. Ну, для примера, один термин, например, в английском звучит как set, а на русском переводится как множество. Такие кортеджи и прочее. Сможет, конечно, так переводится, но в жизни, в работе вам это русский язык будет мешать банально. Поэтому про русские термины, по-моему, вообще забываем. Вот. По поводу дальнейших эмоций. Ну, реально ощущение прикольное, что ты как в команде. У меня как бы даже не то, что пропало, но флешбеки о том, что вот я вот езжу в офис, с людьми общаюсь, решаю какие-то задачи и прочее. Понятно, что мне за это деньги не платят, но, с другой стороны, отчасти платят, потому что я там учусь на перспективу и учусь, ну, почти бесплатно. То, что там будет дальнейше платиться, там, тысяча шекелей в месяц учебы, ну, я надеюсь, что я работу найду разработчиком, то это, в принципе, для Израиля фигня. Фигня. С учетом даже зарплаты джина и прочего, но это, опять же, стажировку и работу найти надо. По поводу стажировки, раз я ее коснулся, будет еще стажировка, порядка двух месяцев. Но, опять же, ее нужно будет найти, с учетом того, что сейчас в Израиле война, не знаю, насколько это может затянуться, но ребята, которые до этого заканчивали курс, что-то я не видел, чтобы они сильно в офисе встречались. Потому что, по началу, когда мы начинали, они еще были, потому что они только закончились. Вот, ну, надеюсь, что сейчас уже стажировку нашли и все у них отлично и хорошо. Поэтому особо больше, наверное, нечего рассказать, поскольку не знаю, что можно рассказывать, что нельзя рассказывать. Но, повторюсь, про какие-то минусы я говорить не буду, поскольку минусы, эти минусы для меня, они связаны не с курсами, да, особо, там, какие-то есть бессистемность, еще что-то такое. Не могу сказать, что она есть, вот, абсолютно, как бы, есть некий такой израильский момент, подход, но он, как бы, везде, и занятия эти не исключение. Но меня радует, что не настолько, как во многих, ну, не многие, как бы, часто есть в Израиле. Но, опять же, это не потому, что люди плохие в Израиле, повторюсь, да, просто такой менталитет, это все-таки Ближний Восток. Поэтому, ну, улыбаемся, как бы, а коль бы сендер, да и все, как бы, и решаем. Но, в любом случае, что немаловажно, все всегда готовы помочь и открывая дверь всем, кто в нее стучит. То есть, ну, за помощью, я имею в виду. Поэтому все всегда готовы помочь, надо только спрашивать. Вот, да и все. И преподаватели, и руководители, и, ну, не знаю, у меня, как бы, все мои коллеги по учебе, назовем так, да, то есть, пожалуйста, все, все, как бы, в ваших руках, учитесь, спрашивайте и так далее. Вот, но у меня, говорит, что у меня горело дико, потому что, ну, блин, настолько жестко с нуля начинать, конечно, это да. Но это не менее интересно. Результаты, как бы, разные, прочее, то есть, они реально, за счет этих экспресс-курсов, очень хорошо видны. При этом, что еще хочу сказать, большое спасибо своей жене, сколько она очень сильно меня поддерживает и взял на себя, в том числе, и финансовую составляющую в плане заработка, поскольку я сейчас, ну, стараюсь работать, но это просто копейки для общего дохода. Если я что-то не сказал, я это не сказал не потому, что я не хотел, а мог банально забыть, я бы посмотрел, как вы управляете скутером и рассказываете правильные мысли, надеюсь, связанные речью, поскольку русский язык потихонечку начинает забываться. Вот так вот, такие дела тоже. Вот теперь точно, всем пока, лет войне, здоровья и солнца. А еще, а еще, впишись, подпишись, поставь лайк, комментарий и прочее, ну, все знаете. Может быть, хоть в этом году получится больше тысячи подписчиков. Хотя, кто не снимает видео, я не снимаю видео, но, хотеть и прочее, почему нет. Студия, ремонты, принтеров, сканеров. Все тут.